Российские мобилизованные и контрактники массово бегут из частей или отказываются исполнять приказы об отправке на фронт, пишет интернет-издание «Медиазона». Большую часть уголовных дел против отказников возбудили после объявления так называемой частичной мобилизации. Вскоре после того, как в сентябре 2022 года Владимир Путин подписал указ об этом, за работу взялись и депутаты. Они в кратчайшие сроки приняли поправки к Уголовному кодексу и ужесточили наказание за преступления против военной службы. Например, за неисполнение приказа, самовольное оставление части, десертирство, неподчинение требованиям командира. По мнению журналистов «Медиазоны», суды стараются скрывать информацию о приговорах, вынесенных по обновленным статьям. Они утверждают, что текст решений, связанных с преступлениями против военной службы во время мобилизации, публикует в лучшем случае каждый десятый военный суд. Отдельные суды и вовсе закрывают слушания и скрывают от публики приговоры, ссылаясь на распоряжение Минобороны о секретности. Например, в декабре 2022 года судья Мурманского гарнизонного военного суда Виталий Загорский отказался сообщить журналистам «Медиазоны» свое решение по делу о десертирстве в период мобилизации и покушении на незаконное пересечение границы. «Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят. И чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс. Вот и все». Впрочем, у таких процессов есть целевая аудитория – сослуживцы обвиняемых и другие военнослужащие, которых, по данным «Медиазоны», привозят на заседания, а после оглашения приговоров судьи проводят с ними профилактические беседы. В отдельных случаях выездные заседания суда проходят на территории войсковых частей. Так, в Красноярске приговор сослуживцу слушали около 50 военных, в Туле – более 300. В январе Верховный суд России перестал публиковать статистику по делам о преступлениях против военной службы. Это объяснили приказами Минобороны и ФСБ. В конце марта Пленум Верховного суда рассматривал проект постановления по таким делам. Фактически, это руководство к действию для других судов. Документ предлагает приравнять мобилизованных к военнослужащим по контракту и, соответственно, привлекать их к равной ответственности. Период мобилизации считать отягчающим обстоятельством в случае преступления против военной службы и исходить из того, что мобилизация начинается с даты публикации президентского указа и заканчивается датой и временем отмены мобилизации. При этом в законе о мобилизации нет указаний, как сворачивать мобилизацию. И соответствующего президентского указа тоже нет. После обсуждения о Пленум Верховного суда решил отправить в проект постановление на доработку. Но, как пишет правозащитник Павел Чиков, зачастую итоговый документ мало отличается от проекта.